90-е загубили Орловский спорт, а с ним и здание многофункционального спортивного центра, которое на протяжении нескольких десятилетий ждет своего часа. Строилось как теннисный корт, часть его была введена в эксплуатацию, другую ждала печальная участь. Скажу, работая над программой, простите, культуры и спорта, в 2009-2011 год в региональной программе была проведена работа по проведению проекта смертной документации по восстановлению данного спортивного сооружения. Она была включена в программу. Но я ушел в 2009 году, и, к сожалению, это было опять пристановлено. Видно, что мы начали ремонтировать спортивный манеж школы номер 3, было пристановлено. Скажу одно, данное спортивное сооружение, практически более 5000 квадратных метров, если оно будет наконец завершено, то я хочу сказать, что спасибо тем, кто стоит во главе этого решения. Возродить несостоявшийся многофункциональный спортивный комплекс сегодня пытается правительство Орловской области. В объект площадью в 5000 квадратных метров когда-то были вложены немалые средства. По результатам обследования состояние здания не является критичным. Обследование здания, сделали проект, прошли экспертизу, решили все задачи и выполнили рабочую документацию, которую с января месяца можно строить. Но все институты, которые занимаются до нас, тоже определили, как работоспособность состояния данного здания. Есть определенные отклонения, но которые не определяют позицию неработоспособности. То есть в наших руках поправить, решить, усилить, сделать. Но основные конструкции, которые вы видите, они работоспособности состояния. Разговоров о том, кто построит, пока не идет. Известно, что спорткомплекс будет отвечать всем самым современным требованиям. Зал на 300 мест с доступом в него спортсменов всех видов. Завершение строительства данного объекта стало возможным благодаря национальному проекту «Демография» и федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». В рамках этого федерального проекта предполагается выделение субсидий на строительство, на капитальные вложения. И Орловская область приняла решение завершить строительство данного спортивного сооружения, потому что оно стоит в центре города, имеет хорошую площадь, уже имеет некоторое капитальное уважение. Были проведены все мероприятия для оценки этого сооружения. Сделан проект. На данный момент вся проектная документация с положительной экспертизой находится в Министерстве спорта. Здесь невозможно не отметить тех, кто возродил эту стройку. Ну, в первую очередь, я хотел бы отметить нашего губернатора Андрея Евгеньевича Клычкова. Без него, согласитесь, никогда бы мы не возвратились, потому что до него было четыре губернатора. Стоял этот комплекс, но ни у кого даже и мысли не было о том, чтобы его как-то возродить, восстановить. Поэтому у него сейчас великолепные помощники. От начала строительства января 2020 до открытия пройдет 18 месяцев. Первые посетители, предполагают, в спортуправлении смогут начать заниматься уже в первой половине 2021 года. Спортивный комплекс будет оборудован всем необходимым для доступа маломобильных групп. Также будет это требование сейчас современные комнаты для взятия допинг-проб. Мы понимаем, что здесь можно будет проводить соревнования на международном уровне. Виктория Юркова, Арсений Куликов, телеканал Первый областной.